Девчонки, я в Заре, мне надо было рубашку посмотреть, но ничего такого я не нахожу, кстати, у меня вот такая вот висит, надо достать, чтобы Саша в школу ездила. Но утром холодно, а вот сейчас в обед уже, на улице такая погода, что хоть раздевайся, прям весна-веснущая. Казался, это даже премьера фильма всего уже сделанного. Я ходила в аптеку, мне нужна была запись, нет мест, мест, нет. Я когда видео сказала, что, наверное, это говорят специально, девочка в комментариях пишет, я живу в Неаполе, у меня под домом аптека, они просто физически не успевают, это действительно правда. Но я же ничего против не имею, что это правда. Я же откуда знаю, у меня же нет под домом аптеки. Я позвонила, сказали мест, нет, по телевизору сказали мест, нет, мало ли что, там по телевизору сказали. Сейчас пришла в город, мест нет, очередей у нас нет, по крайней мере в центре, я же не по всему городу разъезжаю. Нет этих самых очередей, потому что все по записи. Там, где делает Карла вот эти вот вещи, то там очередь, там час надо в очереди стоять. Он стоит каждые два дня в очереди. Вот он мне только что звонил, говорит, ой, я хотела завтра с тобой пойти фильм смотреть, всю малину мне портит. Я говорю, так у меня нету этого, вот этого штуки, это я нету. И он говорит, я за тобой завтра приеду после работы, заберу, мы вместе поедем делать. Он себе будет делать, вот, и заодно я сделаю. Просто, что мне надо было сделать, как можно было позже, вот, ну, уже как у нас, во сколько получится. Поэтому у нас, вот, он говорит, у нас очередь, отстой очереди, говорит, твоя очередь дойдет, и ты сделаешь. Ребля, ты что, не понимаешь же, у нас нет очереди, у нас все по записи. Нет, там, где я делаю, может, где-то еще в ПИЗе есть. Кстати, оно стоит 15, а если в лаборатории быстрой, 35 евро. Там мне сказал мужчина из аптеки. У нас нет очереди, у нас все по записи. А он говорит, там, где делаю я, говорит, там такая, говорит, очередь. Я говорю, ну, у нас нету. Так. А что это такое? Блядь, кто это приделал? Саша что? Я даже утром не заметила. Чем она мне на? Я заходила, рубашки смотрели, по 20 евро, рубашки белые есть. Но я у Клеопатры спросила, говорю, у тебя есть рубашка? Кстати, сегодня базарчик. Она говорит, сейчас я посмотрю. А, хоп, переключаемся. Ну что, я же не могла сюда не зайти. Вы сами понимаете, я уже проездом. Я утром сегодня по делам, по делам, по делам прибежала. Думаю, так быстренько по времени все рассчитала. Думаю, сейчас я быстренько на велик прыгну и поеду. Девочки, сношу велосипед, сажусь. Вся такая, ну, типа, ой, какая я молодец, все, я успеваю. Девчонки, сажусь. У меня, мальчики, у меня прокручивается цепь на велике. Стоит, цепь на велике прокручивается. Я такая, опа, не поняла. Думала, Саша, думаю, вот, зараза. Сашка сбила эту самую цепочку и мне не сказала. Как я сейчас, куда бежать, кому этот, сейчас время потеряю. Вот. А потом вспомнила, у меня же кошка прыгает на велосипед, велосипед постоянно заваливается, а когда он заваливается, он падает. То есть, когда он заваливается и падает, это, ну, дураку, понятно, что он заваливается и падает. Короче, я ждала быстренько в мастерскую. Привезла в мастерскую, в мастерскую его, это самое, мужики быстренько сделали. Я спросила у Клеопатрии, рубашки есть, чтобы я не покупала. Она говорит, тебе спустить рубашки, которые я нашла. Я говорю, у меня сейчас дома нет. Карла мне сегодня звонит, звонит, звонит. А я же не могу ответить у меня, я же на ресницах. А он мне говорит, я тебе звонил для того, чтобы поехать с тобой сегодня смотреть фильм, в котором ты снималась, типа. Я говорю, так, блядь, завтра фильм-то. Потом он перезванивает, говорит, что ты мне трезвонишь? Я тебе не отвечаю, потому что там, что-то там у меня в голове. Я не отвечаю, потому что потому. Потому что он говорит, у меня же этот самый, говорит, грим-пасс, он же тоже делает эти вот штуки на работу. Каждые два дня он делает. И он говорит, так как у меня. Да, да, да. Он говорит, что это самое. Я говорю, в этом. Ну, типа, с грим-пассом он мог бы пойти, посмотреть кино, потому что в кинофильме пускают только с грим-пассом. Ты свободна только тогда, когда тебе хочется. Естественно, я свободная женщина. Я за свободу, блин, полжизни отдала. Когда тебе нужно, ты постоянно это самое. То ты свободна. А когда тебе не выгодно быть свободной, то как бы и я у тебя есть. Я тебе звоню, чтобы пойти с тобой в кино вместе на этот. Нафиг ты? Зачем мне там нужен? Вот, говорит. А ты не отвечаешь, как маленький ребенок. Бля, я занята вообще. А чем ты занята? Вот когда я буду, смотри, а то я буду скоро занята. Я говорю, карлик, я тебе желаю быть занятым. У меня улыбку это вызывает. В общем, что я заказала? Я заказала, как всегда. У меня сок свежевыжатый из апельсинов, двойная порция. И мой бутик. Я сейчас перекушу. Потом мне надо заехать в магазин, купить что-то, поесть. Потому что холодильник у нас просто-напросто пустой. Я не знаю, салями там какой-то купить надо. Что-нибудь такое. Как-то энергии не слушайте. Может я, не дай бог, заболевать начинаю. Я когда вот каждый раз надо вот этого дела сдавать, я все время боюсь, что скажут, вот у вас это. И все. И закроют вас дома, блин, там на 20 дней. Мне такое не надо. Здесь, вот в центре, где я хожу, здесь очереди нет. Здесь нет очередей. Он говорит, там делает он пансаку, там очереди. Девочка тоже, которая там, Элина, она тоже говорит, что у нас 200, если я тебе скажу, что 200 метров очередь, говорит, я тебе не совру. То есть люди стоят и делают. А я что, ну, сказала видео, может они специально, откуда же я знаешь, не видела. А Карли говорит, у меня даже фотография есть, сколько людей. Я говорю, ну, а в 3 есть, что творится, ты видел? Он говорит, нет, еще. Я говорю, как ты не видел? Ты что, говорю, туда, что пожарные машины пригнали? Я говорю, и людей поливают, да, говорю, и это. Он говорит, ну, это же за свободу люди бастуют, там не потому, что там их заставляют что-то делать. А больше всего за свободу. Я говорю, ну, я понимаю, ну, правильно дело. Молодцы, бойцы смелые, отважные. А на Фейсбуке, что творится в группах, как это обсуждается нашими девушками, там, женщинами, парнями славянскими, это все обсуждается. И большинству говорят, что нет. Большинство на стороне то, что не надо делать. У меня знакомые понаделывали, нормально себя чувствуют, и все. Девочка, которая ресницы делает, она говорит, я когда сделала первый раз и второй раз, говорит, у меня, я, говорит, неделю отходила, мне было плохо очень неделю, неделю. Говорит, ну, сейчас нормально все. Я говорю, так вам же сейчас говорят, что вы сейчас будете и третью делать, и четвертую, и пятую. Она это вам говорит, говорит. Вас тоже говорят, постепенно вы к этому придете. Просто кто-то раньше, кто-то меньше. Так, это вот мое. Грация. Как всегда, у меня бутик. И этот самый, и сок свежевожжет. У меня виолы нет, а детки такие недовольные ходят. Пища богов. Перекусить. И с хорошим настроением ехать по делам. Что-то у меня нос потек. Может, я этим клеем надышалась, что мне там ресницы клеили, я не знаю. Прямо одна надряда как забилась. Девочки, если вы будете в городе Пиза, хотя, мне кажется, что в Пизе, это самое, я же не езжу по всей Пизе, но одно из самых лучших мест. Но если вы будете в Марине Ди Пиза, там вообще классно делают. Там еще и помидор твой засовывают. Очень вкусно. Так. Сейчас залью видео на свой инстаграм. Марина, нижнее подчеркивание, Иванова, нижнее подчеркивание, А. Перезаливаю, потому что снимать сейчас некогда, чтобы инстаграм не стоял. Перезаливаю там некоторые видосы, которые, на мой взгляд, такие более удачные. может быть, кто-то не видел из вас, посмотрит. Девочки, какая старая, посмотрите. Ну, смотрите. Это же кошмар. Так, видос загрузила. Вот так вот называется мой инстаграм. Всех вас жду. Обязательно подписывайтесь. Поэтому там не паникуйте, если что, у меня идет немножко перезалив, потому что у меня нет времени. Перезалив там еще во время карантина что она снимала. Ну, интересно. Знаете, какая-то одна минутка можно посмотреть. Так, все, девочки, тогда что я в магазин. Саша сегодня тоже после школы в городе остается людей, куча. Грех не съесть. Бутербург любимый. Правда, я здесь рядом работала, здесь чаще бывало. Выходила сразу, раз, и все. Переключаемся. Домой прибежала. Артист вспотел. Выслали, девчонки, этот самый, фотографии у меня этого дезодоранта, дезодоранта, дезодоранта на итальянском. Дезодоранта мне выслали эти самые фотки, это, что помазал, и это. Была сегодня в аптеке, ходила, чтобы взять на вот это вот и забыла. Ну что я, у меня вот такой рукоточек здесь. Значит, на вопрос, почему я не хожу на митинги и не оповещаю эту тему. На Ютубе есть канал Екатерины Синицыной, она прекрасно эту тему оповещает, мне нравится. у нее есть своя позиция, у нее есть образование, у нее есть общение с людьми, которым в этом хоть как-то разбираются, хоть как-то в скобочках, потому что я на себя ответственность не беру, не знаю лично никого. поэтому она прекрасно раскрывает эту тему, она знает историю Италии, она смотрит, читает, она занимается, она на своем месте, она на своем месте. Я артист, я клоун, я тоже клоун со своей позиции в голове, не настолько глупа, как я могу казаться, каких-то вопросов, конечно, но не настолько прям так, чтобы сильно вообще зачем загружать мозг, свой, потому что тоже много информации, нафиг оно надо. Поэтому есть канал ее на Италии, где она рассказывает о митингах, где она это все показывает, она ездит на эти митинги, она все это снимает, это ее место, в том плане, что она в этом разбирается, она грамотная в своих высказываниях, поэтому как бы я могла бы поехать, поддержать бы людей, стоять, причем к плечу, только потому что я это не сделала, но правильно ли я поступаю, я не то, что там не уверена, я эту тему глубоко не вникала, потому что я не понимаю, то есть я не делала, потому что я не хочу делать и как бы ну типа зачем оно надо, а люди в этом разбираются, они читают, они смотрят много видео, они читают высказывания каких-то докторов, не каких-то там научных докторов каких-то, никаких-то, тут неуместно каких-то, ну в общем, вот, а я, я клоун со своей позиции в голове, но не настолько я узнай, не настолько глупо, я не воздерживаюсь, и потому я воздержался, не-не-не, я просто не бегу, я не сделала вот этого дела осознанно, детям своим, я делать не хочу, ну просто не знаю почему, возможно, это вот информационная вот эта вот война, что, которая, как бы, я не скажу, что я попала под какое-то там влияние, потому что я до того, я вообще ее не смотрела раньше, Катю Синицу, но я знала, что она есть, но я не смотрела, мне стало интересно просто вот эта вот тема, которую она рассказывает, видите, сколько еды кошекам, рассказывает и все, а так я только вот это вот у нее и смотрю, там никакие не там не домашние блоги, там еще что-то, прогулки, они мне не интересны, я смотрю эту оппозицию, потому что мне нравятся ее высказывания, я не против ни тех, ни всех, не потому что у меня нет своей точки зрения, а потому что я говорю, что я не знаю, может быть правильно, что они все это сделали, и все ходят вот с этим вот делом и живут спокойно, и уже никого, а может быть не, я не знаю, я не делала, не потому что я попала по какую-то информационную войну, я не читаю, у меня нет времени читать там научных докторов, или там смотрите видео на ютубе, там какие-то это, не знаю, как-то сама я так решила, я художник, я так вижу. Если ты, Маша, мне еще велик завалишь, я тебя припью, я еле успела, вот удобно, когда зашла, удобно, велик оставила там, сразу повесила курточку, очень удобно, сейчас вот такая вот каша-малаша. Так, все, готов, накормила, что ты сидишь, ждешь? В общем, тогда я, значит, завтра я жду после работы, завтра мне на маникюр, на педикюр, я надеюсь, я успею, сейчас я позвоню, пусть несет рубашку, посмотрю, какая рубашка, смотрите, я сегодня ходила в Заровских брюках, вот эти вот брюки, которые плотненькие, и Заровские, я сегодня в них ходила, шикардос, были ли такие голубые или розовые, я бы взяла с удовольствием, вот это вот мое, широкое, теплое, я утром и хожу рано, мне это самое, холодно, в брюках, вот сейчас ехала, даже жарко было на велике, вот даже вспотела артист, мне надо, чтобы тепленько было, колбаска на вечер, Филя, что ты такой дерваный, что мы дерваемся, что мы так переживаем, так, такие вот дела, так что завтра жду карлика, он приедет после работы, он по дороге будет ехать, у меня, кстати, так что-то в носу, вот знаете, как будто вот у меня только на шоу его брали, вот такое что-то, как-то пока на мне реснички, кстати, девчонки тут мне реснички, пока мне реснички делала, или клеем, я этим надышалась, я не могу понять, у меня прям нос вот этот, как будто мне только что там лазили, да, моя ты красота, моя ты красота, ты красота, когда купать тебя будем, когда будем купать эту рожу наглую, ну такая наглая рожа, ну когда, вот, я схожу на мой педикюр, наверное, им придется меня подождать, если я успею на велике доехать, потом мне нужно переодеться сразу, мы поедем, сдадим вот это дело, потому что там, он говорит, там где у нас делает, у нас, то есть очередь стоишь и делаешь, у нас в этом районе, где живу я, это не делают, делают только по записи, я еще у него переспросила, он говорит, где ты живешь, я говорю, зона, аэропорт, стадион, я говорю, есть что-то, он говорит, нет, еще вот здесь, вот еще одна делается, но они тоже по записи, иди, 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 мой хороший, иди, просто им места не хватает, надо окошко открыть, иди, 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 просто там сидит у меня, окошко было, оно было-то так, где роза стоит открыто, там закрыто, вот, заберет меня, и потом, пока он покупается туда-сюда, поедет со мной на фильм, фильм идет завтра в 21.00, или в 20, я уже не помню время, там у Макса есть в инстаграме, кто хочет приехать посмотреть, вот, все-таки решился, он, видите, его даже не уговорила, решился пойти посмотреть на меня, как на артистку, он еще не знает, что за вход, 10 евро заплатить надо, вот, и пойдет посмотрит, выскажет свое мнение, и, естественно, я уже примерно мнение узнаю, тут и думать не надо, посылка моя пришла в Италию уже, моя посылка в Италии, сказали позвонить 4 часа, говорит, даже номера твоего, Вася сегодня звонит, даже номера твоего, где-то пацану, 4 им позвонил, они это завезут, прекрасно, потому что мне там надо, доделывать кое-что, вот, и придется клеопату звать, чтобы ее на стул поставить, решили с этим самым, где взять, что у меня отвезет, сделаю это, потому что если нет, мне пришлось бы там человека просить, вот, хорошо, что есть везде, не везде, а есть знакомые, поэтому я в принципе сильно, я не переживала, не охала, потому что я знала, если что, что, что-то там, что мне помогут там, кое-что, вот, а так, какие вот дела, так что девочки, каждый, я думаю, должен заниматься своими делами, я думаю, что я на своем месте, Синицына прекрасно эту тему раскрывает, показывает, ездит на, она показывает даже больше, чем телевизор показывает, прекрасно поставленная речь, она с образованием, историк, медик, я не знаю, там она работала в Ватикане, говорит, вот, поэтому я думаю, лучше смотреть оттуда какой-то там репортаж, чем это буду нести я, ну, я могу высказать свое мнение, но опять же, я могу сказать, что мое мнение, оно построено на, на моем личном мнении, а не, что я там у кого-то посмотрела, кто-то сказал, я им поверила, нет, я сама себе поверила, я так решила, я не захотела делать, и все, чем все это будет заканчиваться, я не знаю, вообще не ожидала от итальянцев, что они выйдут, которые есть, и что творится, я как-то смотрела, что нет, я говорю, а вот, вот, поэтому я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, заниматься своим делом, так что, ну, пасарам, всем хороших, хорошей недели, всего, завтра среда, это маленькая пятница, получим удовольствие, главное в этот момент расслабиться, у меня башка на этой, я думаю, что у меня на этой неделе штормит, ну, мало того, что у меня вот это вот, у меня штормит, гормоны скачут, и потом, и потом, знаете, от чего, я устала от того, что, я хочется отключить мозг, в хорошем смысле слова, просто отключить телефон, и мозг просто вот, потому что в одной голове очень много информации, большинство еще, может быть, какой-то ненужной, и когда ты один крутишься, у тебя все вот эти вот маленькие проблемы, будем называть задачи, вот эти задачи, они в тебе накоплились, у тебя, блин, мозг просто плавится, потому что ты один, один в поле неволен, как же все-таки важно иметь в жизни плечо, на которое ты можешь облокотиться, или спину, за которую ты можешь спрятаться, и тебя защитят, а когда ты один, и у тебя так вот все вот так, я прям сегодня словилась на мысль, думаю, нет, Марина, стоп, у меня бывает такое, что я нашифрую себе, потом вот это вот все проблемы, накопились, и все, это вот башка начинает это давать сбой, надо расслабиться, было бы классно ванну и принять, где-то полежать, попить венца, на какой-нибудь красивой террасе, террасе, там где горы, какой-нибудь пледи, звезды, вот этого хочется, вот просто отдохнуть, от суеты хочется, потому что у меня мозг плавится, мне сейчас Саша звонит, я понимаю, что у меня ребенок звонит, сказать, что мам, я вышла со школы, мне все нормально, я ловлю себя на мысли, что я даже от этой информации уже устала, то есть постоянно ты думаешь, кто вышел со школы, кто туда пошел, кто сюда пришел, когда к тебе придут, зачем к тебе придут, почему они не идут, почему ты ушла, и вот это вот, все, вот это вот, вот это вот, вот это вот, ага, всем сил, всем сил, всем сил.